всем привет всем доброе утро сегодня 20 мая 19 день пути уже да и у нас практически лето да ребята у нас все зеленое наконец-то мы спали сегодня без печек без каких-либо после сибири мы вообще переехали уральский хребет и резкое изменение вообще за окном и по температуре по пейзажам все зеленая красота отдельно хотелось бы отметить вчерашнюю дорогу трасса не приспособлена для вообще для по перевалам по перевалам узкое двухполосное движение фура к фуре все плотно близко очень поворот на повороте подъемы затяжные неливерных ограждений не двойных полос на подъем очень много где вообще нету на есть по участке где разбитая дорога на подъем это ужас и кошмар отдельное спасибо хочется сказать водителям башкири с регионом 02 и 102 это вообще-то ужас какой-то ребята хотите убить себя убивайте так чтобы вы других не забирали с собой поднимаются на подъем фура идет на обгон меня спереди машины сзади машины фура то успевает обогнать а этот след не пристраивается фура уходит и ему навстречу машина летит и чтобы этот джигит остался в живых мне приходится тормозить с прицепом на загруженном автобусе в подъем блин его запускать и таких случаев было просто полно каждые 15-20 минут я думаю мы так решили что эта дорога называется дорога смерти даже не из-за того что она опасная перевал а из-за того что тут такие вот когда ради комикад заносится сами и других с собой забирают поэтому 102 регион отдельная вам признательность за потраченные нервы за отсутствие какой-либо этики на дороге и вообще уважение в городе уважение к водителям мы вчера пока искали парковку и заезжали в город и здесь по трассе видят что ты едешь на автобусе ползешь там плетешься блин с прицепом нет надо перед тобой под перестроиться так прям бампер подрезать мы как-то честно говоря шокирован пошел дождик у нас выехали мы в сторону самары решили ехать через самару потому что через нижний хоть и ближе на 100 километров но там постоянные ремонты сейчас идут и будешь в итоге больше терять времени на ремонтах в простое большие участки ремонтов дорог а через самару ну вроде как но посмотрим дорога ровнее будет дальше ну и плюс то что все ездят через нижний а мы поедем через самару едем дальше выехали мы в сторону самары у нас красота за окошком все зеленая дождь молния закончилась гроза так что едем дальше земля красная тут видать одна длина пока еще едем по баштирии продолжаем ехать по баштирии вот такое вот то ли в озеро то ли водохранилище у нас на пути тут попалось водохранилище или озеро называется кандеркуль так же как и населенный пункт самары 308 километров мы когда въезжали в баштирию рассчитывали покушать бешпармак настоящий башкирский мы уже подъезжаем к октябрьскому району это последний район баштирии за всю дорогу мы ни разу не встретили национальной кухни никакого намека национально национальный колорит в отличие от той же бурятии везде по дороге русская кухня столовки армянских армянская кухня башкирского не увидели непонятно почему основа башкирской кухни это мясо много можно вкусного продавать вдоль трассы как в той же бурятии как только ты въезжаешь тебя сразу юрты все здесь ничего такого нет вот как то так а мы едем дальше все выехали мы башкортостана и въезжаем в татарстан все въехали в республику татарстан впереди стела да красиво конечно но все-таки в каждом регионе свои прелести очень интересно ехать открывать для себя и до очень красиво долина такая прям как на картинке башкирии встречали такие колонки в татарстане они есть нефть качают как приехали сразу во всех полях стоят колонки нефть качают а бензин стоит дороже чем в соседних регионах так же как в башкирии стоят колонки качают нефть а а это же ваш нефть продает соседнем регионе бензин дешевле чем у себя успел камеру достать въехали в оренбургскую область вот так быстро мы проехали по татарстану сейчас еще проедем по оренбургской области потом только заедем самарскую едем по оренбургской области ну в татарстане конечно вот среди башкирии татарстана и оренбургской больше было и как-то профессиональнее что ли лучше вот кафешки кемпинги по масштабнее сделал с полным сервисом в оренбургской пока очень все так вот скромненько заправочка и небольшая какая-нибудь возможно к пышечка с грунтовым подъездом там контрасты конечно с одной области другой держаешь из республики в республику даже ходит и там и проезжаешь по 50 по 70 километров вот по татарстан об этом проехали не больше вера пятидесяти километров но все равно заметно как там и как здесь у нас в оренбургской пока очень все скромно ну в оренбургской области конечно пейзаж поменялся просторы у нас за окном поля 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 вообще Мы приехали в Самарскую область. В Самарской области вся дорога вверх-вниз, с холма на холм. Продолжаем ехать в Самаре. На улице 26 градусов. У нас уже даже не весна, а уже лето в разгаре. А в Самаре 40 километров. Да, большой пригород у Самары. За 30-40 километров уже все коттеджами застраивается. Странно, но бензин почему-то в Самарской области дороже. Хотя и здесь в Вышкине в птяну не стояли. До Самары еще 20 километров, а уже вот такие проробки. Да, чтобы попасть в этот город из песни, надо отстоять 20-ти километровую пробку. Мы не где-то в деревне, не в какой-нибудь дыре. Мы в Самаре с микрорайона Козелки пытаемся выехать на московский тракт, на московскую трассу. Народ с микрорайона, с домов. Там дома такие приличные, коттеджи, трехэтажные дома новые. Вот и едет по такой дороге на трассу. Ах, Самара городок, нет дорог, нет дорог. То какой завод тут предприятие. Самара, Дор, Строй и вот такие дороги. Как показательно-то, а? Да, зато колючей проволокой отгородились. Да, да, да. Чтобы им за эти дороги кое-что на уши не натянули. Ну, не насамарили. Самара, Дор, Строй и вот такие дороги у нее. Я, по-моему, раньше времени так в Омске ругался сильно. Я готов половину слов из Омска назад забрать. Скажете, специально, наверное, плохие дороги там ищешь? Нет, мы все еще едем по Федералке. Это уже другой микрорайон, живой. Город Самара. Вообще, Атас. Не, не, Атас, не буду больше говорить. Просто буду молчать. Смотрите сами. Атас, не, Атас, не, Атас. Зато знак неровностей искусственные. Ну да, тут-то обязательно нужен ближайший полицейский. Как же без него-то? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Объездная дорога у Самары. Сделана автоматистралью такой. Проехали мы 70 километров от Самары по этой трассе. Было две кафешки с мотелем по той стороне, но ни одного места разворота нету. Все вот замуровано вот таким ограждением. По этой только через 70 километров от Самары встретилась кафешка с мотелем. Но у них только душевые кабины для постояльцев. В общем, мы решили, тут осталось уже чуть больше 20 километров до Тольятти. Доехать уже до Тольятти. Там найти себе место ночлега. Не ожидали мы от города населения больше миллиона, в котором проходит чемпионат мира. В общем, вот такого, что 70 километров, и ты не можешь нигде остановиться на ночлег, принять душ, баньку. Как мы видели, это в многих местах охраняемую стоянку. Ну, в общем, как бы нам не хотелось, но, да, Самару нам посмотреть не судьба. Возвращаться 100 километров назад, потом 100 километров сюда, 200 километров только, чтобы посмотреть. Но никакого резона. Может, он и есть, конечно, резон, но мы уже устали. И едем дальше. Так что остановка будет, скорее всего, на Тольятти. Тольятти! Да, там еще сопки сзади. Вот мы и в Тольятти. Сможем. Ты снимаешь видео, да? Да. О, в Кольятти и Жигулевске сразу. Вот так вот интересно. Вон она, вон она. Вон она, Волга, да. Огромная. Да, Волга, да. Вот это мощь. Это вам не и не сильно. Да. О, вон она, в той стороне. Да я вижу. Обалдеть, как море. Да, вообще. Обалдеть. Ой, 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 ой. Шлюзы какие-то, видишь? Да, да. От наводения шлюзы специальные. Невозможно заснять и за... А, ну да, точно. Поход, рыбалка, они вон там же, помнишь, рыбачили, когда шлюзы там что-то отпускают, поднимают. Какая-то там рыба заходит, не помню уже. В общем, охотники подглядывают рыбаки под эти шлюзы. В общем, ребята, Волга шикарна. Да. Волга потрясающе прекрасна. Зай, да стойку снимаешь. Ой, вообще. Пытаюсь снять, ну, ну, ну. Ну, да. Волга, Волга. Волга шикарна. Поразительная просто, вообще. Не знаю. Может, вот это хранится. Неважно. Это улича. А, прям, вообще. Это почти как на Байкалу, видишь. Да. Такая река, такая большая. С этой стороны смотришь, вау, направо поворачиваешься. Просто, о-о-о-о-о-о-о. И вот, опять же, обидно, да? Для железнодорожных. А, им видно? Им видно, а нам нет. Так же, как и Байкал, да? Ну, что здесь делаешь? Волга. Волга. Да, Волга, конечно. Шлюзы, тоже шлюзы, видишь? Шлюзы. Ну, а за шлюзами там, получается, крес. Едем по Плотине мы. Пока. Ой, вообще, как классно. А, они прозрачные, смотрели. Камера, конечно, зафиксирует, но вообще прозрачные. В общем, очень интересно. Да. Приезжайте, посмотрите сами. Да. Жигулевская электростанция. Вот так вот. Это была. Национальный парк Самманская Лука. Ну, будем надеяться, что здесь будет отель. Отель стал. Ну, и все, мы подтянули Жигулевск. Мы уже три села проехали после Жигулей, а пробка все продолжается на Жигулевскую плотину. Ребята на плотину только к ночи уже, наверное, попадут. Подъезжаем к населенному пункту Переволоки. И опять Волга. В Переволоках продают везде рыбу. Везде волжскую рыбу продают. Везде. Рыба, 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 рыба. Остановились мы в этом же поселочке. Поселок городского типа, оказывается. Вот такой большой комплекс. Отель, кафе, шиномонтаж. Банкетный зал. Тут, ну, большая, большая очень территория. Из парковки классный вид на Волгу открывается. Рой.